Сила бренда сделана на Гомельщине уже знают, что такое Гомельщина и что ее товары – это качество. То есть все-таки основное – это качество, то, за что нас ценят. Да, я думаю, да. То есть в первую очередь, я думаю, бренд, сделанный в Беларуси, сделанный на Гомельщине, ассоциируется со словом «качество». Наверное, вы и ваши коллеги часто сталкивались с критическими замечаниями потребителя, связанными с ценовой политикой, в том числе и местных производителей. Те говорят, почему производим здесь, недалеко, в Гомелье области, а цены практически такие, как у зарубежного производителя. Дело в том, что Гомельская область, как и Республика Беларусь, все-таки является небольшим кусочком земного шара, мира. И, соответственно, все производить, абсолютно все, включая, начиная от сырья и заканчивая комплектующими, мы здесь, на маленьком этом кусочке земли, не можем. Соответственно, мы многое импортируем для производства наших товаров. Соответственно, раз мы импортируем, то мы уже конкурируем с теми производителями, из чьих стран мы импортируем. Допустим, мы импортируем какие-то комплектующие из Российской Федерации. Соответственно, уже производители Российской Федерации, для них это является местным производством, местным сырьем. Соответственно, своя цена на это сырье. Так как мы это сырье импортируем, эти комплектующие импортируем, соответственно, это сказывается на конечной цене нашего товара. Гомельщина все-таки регион промышленный. Каков вклад предприятий гигантов в экономику страны? Вклад промышленности Гомельской области в экономику страны составляет 20%. То есть пятая часть промышленного производства республики производится именно на Гомельщине. Это не мало? Нет. Сравните, у нас 6 областей и город Минск. То есть 7, по сути, территорий. А мы занимаем пятую часть. Как насчет вклада малого и среднего бизнеса? Насколько активно он развивается в нашем регионе? Есть ли по-настоящему уникальное производство? Можно привести такие цифры, что если еще 10 лет назад малый и средний бизнес, его доля в поступлении в бюджет составляла 10%, то сейчас это почти 20%. То есть, по сути, каждый пятый рубль налогов, поступающих в бюджет, это налоги от малого и среднего бизнеса. Это предприятие «Белсыр», это предприятие «Полидрев», это «Туровский молочный комбинат», это «Резиденты свободной экономической зоны», это «Мультипак», «Алкопак», «Фрэшпак Солюшн». Новое предприятие «Долком 40», которое только развивается, но развивается очень активными темпами, и мы ожидаем, что в дальнейшем это еще, скажем так, будет вклад значительный в экономику области и страны. Это «Светлогорский завод сварочных электродов». Список можно продолжать. Мы приходим к тому, что тот самый бренд, сделанный на Гомельщине, формирует сами же предприятия, их качественная продукция, которую ценят и здесь, и за рубежом. Топ-5, на ваш взгляд, наиболее успешных предприятий-гигантов Гомельской области. Ну, безусловно, среди таких предприятий можно назвать «Мозорский нефтеперерабатывающий завод», «Беларусьнефть» производственное объединение, это открытое акционерное общество «Гомсельмаш», это «Беларусский металлургический завод» и предприятие, входящее в холдинг «Беларусская металлургическая компания». Это предприятие, если в пищевую отрасль называть, то, понятно, все прекрасно понимают, Рогачевский молочноконсервный комбинат, кондитерская фабрика «Спартак», предприятие «Мозорь-Соль». Елена Петровна, а какие предприятия в ближайшие год-два могут пополнить этот рейтинг? В ближайшие годы мы ожидаем запуска уже в нормальном штатном режиме это Петриковского калийного комбината, это уже идет пусконаладка на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате, это будет, безусловно, абсолютно новое для страны производство сульфатной беленой целлюлозы, которая будет использоваться как внутри республики, и наши, скажем так, предприятия целлюлозно-бумажной промышленности очень ждут. Вот тот самый сырьевой вопрос, который может удобнее решиться для наших. Да, конечно, все очень ждут этого сырья, чтобы его было больше, чтобы оно было уже по внутренней цене, то есть не импортировать, а по внутренней цене покупать сырье, и, соответственно, это скажется на цене наших конечных товаров. Это есть предприятие такое в Реческом районе, Синерджиком, тоже они производят добавки различные для строительных смесей, для нефтегазовой отрасли, тоже различные смазки, жидкости и так далее. Елена Петровна, спасибо за интервью, успехов в делах и до встречи в эфире «Беларусь-4». Спасибо вам.